Всем привет! С вами BadPolygon. Сегодня мы продолжим тему скульптинга с Грантом Эбитом и поговорим о настройках и параметрах кистей. Обязательно подпишитесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии под видео. Ссылку на оригинальное видео от автора на английском языке, ссылку на предыдущий урок, а также ссылку на наш канал в чат в Телеграме я оставлю в описании этого видео. Приятного просмотра! Привет и добро пожаловать в Габит Медио. Я Грант Эбит и сегодня я собираюсь продолжить курс для начинающих по скульптингу. На этот раз мы рассмотрим панель инструментов скульптинга со всеми настройками кисти. В предыдущем уроке мы разбирали все кисти и ссылку на тот урок я оставил в описании этого видео. Напомню, вы также можете зайти на мой веб-сайт для получения дополнительной информации и бесплатных курсов. Итак, сегодня я начну с File, New и сразу перейду к лепке. И мы получаем вот такой сильно сабдивнутый куб. Вы увидите, то есть я перейду в режим Wi-Frame. Вернемся в режим Solid. Я расширю немного кисти, чтобы вы могли видеть их название. И включу горячие клавиши. Вы можете видеть их в нижнем углу. Итак, начнем с кисти Draw. Если я перейду сюда, то у меня будут активные инструменты. Итак, у меня есть кисть и все настройки инструментов. И первое, что я собираюсь сделать, это включить Dying Topo. Так что ставлю галочку на Dying Topo и раскроем меню. И в прошлый раз я немного говорил о детализации, о разнице между Relative Detail и Constain Detail. На этот раз я собираюсь использовать Relative Detail, чтобы показать вам реальные отличия. Однако следует отметить, что Constain Detail, если увеличите разрешение, он даст вам больше деталей. Но в данном случае получилось немного меньше, чем нам хотелось бы. Но если я выставлю значение 50, вы увидите достаточно хорошую детализацию. Касаемо Relative Detail, который зависит от приближения и отдаления, вы уменьшаете значение для улучшения детализации. Итак, если я снижу до где-то трех, мы не заметим шероховатостей и неровностей, пока не увеличим масштаб колесиком мыши. Я снова рисую, и мы снова видим детализацию. Если я перейду в Wi-Frame, чтобы показать это, вы увидите, что эта область более детализирована. Я увеличу масштаб еще больше. Но по мере того, как я отъезжаю и рисую, он скрабит эти детали. Я делаю все то же самое и в других местах, и вы видите, как он становится все менее и менее детализированным. На самом деле это то, что называется сворачиванием топологии. Таким образом, чем дальше вы продвигаетесь, тем меньше деталей вы получаете, и удаляются детали, которые у вас были. Чтобы сохранить эти детали, сейчас я увеличу масштаб и добавлю декут детализацию, я могу изменить это на Subdivide Edge. Теперь, когда мы добавляем детали, это те же самые детали, но когда я отдаляюсь, они не разрушают эти детали. Видите, как я уменьшил масштаб, и у нас все еще есть этот уровень детализации. Я увеличиваю масштаб, и вы все еще можете видеть, что детали на месте. Вернемся в режим Solid, и вы видите здесь эти мелкие детали. И даже если я уменьшу масштаб и буду рисовать, мелкие детали все равно останутся. Тем не менее, моя кисть не на высокой детализации. Окей, я все это отменю. А теперь я выставлю тут примерно 4, Subdivide Collapse, для того, чтобы он не создавал слишком мелкие детали. И вообще, я бы рекомендовал для начала придерживаться Constain Detail. Затем, когда вы захотите сделать действительно очень мелкие детали, если захотите, то сможете перейти к чему-то вроде Relative Detail, Subdivide Edge. Таким образом, когда вы двигаетесь вперед, с помощью мыши вы все равно можете создавать действительно мелкие детали. Но будьте осторожны, потому что вы можете видеть, что уровень детализации на самом деле находится на другой стороне моей сетки. Вот такой уровень детализации. Это круто, и к тому же увеличилась топология. Я прошел сквозь сетку и начал рисовать с другой стороны. Вы можете сильно приблизиться и сделать еще, таким образом, несколько мелких деталей. Но вряд ли вы заметите их при уменьшении масштаба. Но стоит ли оно того с учетом увеличения полигонов? Из-за этого ваш компьютер будет зависать, в зависимости от его характеристик. Окей, давайте отменим это и вернемся к началу. Я выставлю Detail Size на 3. Так, я точно знаю, где я нахожусь, и начинаю изучать другие инструменты. Итак, во-первых, радиус довольно очевиден, и сила довольно очевидна. Ярлыки для них F. Это размер или радиус, и Shift F – это сила кисти. Итак, Direction нам очевиден. В настоящий момент, если я рисую, он вытягивает топологию. Если я нажимаю Substract, он ее вдавливает. Давайте вернем Add, который для этой кисти выставлен по умолчанию, и я рисую. Я также могу нажать Ctrl, чтобы инвертировать эффект, то есть вдавить. Возможно, вы захотите это изменить. Так, например, для кисти Grease, если я сделаю здесь складку, по умолчанию для кисти Grease выбран Substract, и некоторым это не нравится. Они предпочитают, чтобы здесь было так же, как и с другими кистями, поэтому я изменю это на Add. И если я сейчас зажму Ctrl, он вдавливает. А когда рисую, выталкивает или выщипывает. Можете ли вы изменить это? И я думаю, что Grease – единственная кисть, которая делает реверс. Так что вы можете сменить кисть на Grease. Вернемся к кисти Draw, и я немного сглажу ее. Я удерживаю Shift для кисти Smooth, и могу сгладить детали. Теперь нам интересен Topology Rake. Особенно не беспокойтесь, если вы этого не понимаете. Я быстро расскажу, что он делает. Если я сейчас пройдусь кистью, не включив параметр Topology Rake, вы сможете примерно увидеть здесь шероховатость топологии. Я даже перейду в iFrame. Это вроде как довольно ровно. Теперь Topology Rake. Если я увеличу значение, он будет пытаться как можно лучше проследить линию с топологией. Вы можете видеть, что это довольно рельефно, но посмотрите на топологию. Он пытается следовать за мазком кисти, и это очень может пригодиться. Если хотите, то можете выбрать, например, Grease и делать складки. Я сделаю это вот с этим ребром, и вот с этим, к примеру. Этим способом лучше делать складки, потому что так он прослеживает линию топологии. И если я сейчас сглажу это, вы увидите, что это лучше подходит для моделирования твердых поверхностей. Так, Rake действует так, как будто вы держите грабли и тянете топологию вдоль линии мазка кисти. Это довольно умный инструмент, и он появился довольно недавно. Я уменьшу это и вернусь к кисти Draw. Помните, что это создает неровную топологию, и выглядит это примерно так. С включенным, выключенным, довольно рельефно. Так что просто помните об этом. И вот почему он не включен все время. Давайте немного рассмотрим AutoSmooth. Вот как это выглядит без AutoSmooth. Теперь увеличим значение AutoSmooth. А вот так это выглядит в увеличенном значении. Не особо-то что-то изменилось. Я увеличу детализацию, понизив значение до полтора. Сглаживание на один и сглаживание на ноль. Трудно увидеть большую разницу, но если я увеличу масштаб, вы увидите, что справа есть больше гладких краев и округлостей, чем слева. Объяснить довольно сложно, но если вы замечаете, что причесываете его и сглаживаете, скажем, с включенным Topology Rake, и он не получается особо гладким, вы можете использовать AutoSmooth, чтобы придать ему немного больше гладкости. По сути, это просто добавление немного Smooth кистей к вашим мазкам. Это может быть очень полезно, например, в случае с кистью Grease. Давайте сделаем здесь несколько складок. Вот так, без него. Поднимите AutoSmooth. И вот как это выглядит теперь. Разница очевидна. Здесь все очень резко, а здесь более сглажено. И я прибегаю к этому, когда использую кисть Grease. Вот я сделаю такую борозду с включенным сглаживанием. Но обычно я отключаю сглаживание и, скажем, хочу улучшить этот край. Вот так. Затем мне придется сгладить его. А затем снова пройтись по нему. Сгладить и снова пройтись по нему. Но с AutoSmooth этого делать не нужно. Я предпочитаю контролировать процесс сам, а не перекладывать его на кисть. Итак, давайте вернемся к рисованию и начнем с нового файла. Подготовим скульптинг. Для этого я вернусь к своим инструментам. Включаю дань Topo, и на этот раз я выберу Constain Detail. И увеличу разрешение примерно до 40. Посмотрите, как здорово это выглядит. Здесь есть еще несколько опций. Аккумулейт. Довольно хорошая опция. Если мы включим ее и начнем рисовать, например, здесь, а затем пройдемся поверх этого, вы увидите, что он как бы скапливается и скапливается. Если опция выключена, и я рисую, то сколько бы я ни рисовал, он больше не вытягивается. Но с включенным аккумулейт он продолжает добавлять и добавлять геометрию, как вы можете видеть. Я не буду вдаваться в подробности, потому что не думаю, что в данный момент они важны для новичков. Текстур. Об этом я расскажу в других уроках. А пока добавлю ссылку в описании. Но вот, Stroke и Follow я хотел бы поговорить, потому что считаю, что это важно для новичков. Итак, начнем с нового куба, показывающего вам методы Stroke, которые находятся прямо под этим меню. По умолчанию используется Space с 10% спейсингом. Вот я рисую сейчас это значение по умолчанию. Если мы увеличим спейсинг, скажем, до 50, вы увидите, что интервал – это своего рода расстояние между воздействиями, которые меняют топологию. Таким образом, вы можете увеличить спейсинг, увеличить расстояние между ними. Вы также можете снизить его с 10%. И это, вероятно, вызовет лаги. Но мазок будет более плавный. Я верну это на 10. Другие опции у нас есть. Дотс и Дрэгдот. Довольно очевидно, поэтому я пропущу их. Эйрбраш. Ну, можете поиграться. Анкорет. Еще один интересный вариант. Я вам покажу. Итак, просто в свободной области вы нажимаете и тянете. И это создает вот такие формы. Это очень подходит для текстурирования. Так что используйте такие вещи, как мазки текстуры, о которых у меня есть другой урок. Еще одна очень полезная опция в Stroke Method – Line. И если я на пустом месте просто проведу линию, он просто создаст линию. Это может быть очень полезно для рисования прямых трещин в чем-то вроде дерева и так далее. Это также весьма полезно для моделирования твердых поверхностей. Допустим, я проведу здесь линию или щель, а затем выберу, скажем, инструмент Pinch. И использую линию вдоль стяжки. Хотя я забыл установить его для этой кисти. Стоит отметить, что когда вы меняете кисти, они не сохраняют тот же метод обводки. Итак, я очевидно должен выбрать Line для кисти Pinch, а затем провести линию по краю, которая затем укрепит этот край. Как-то так. Кроме того, сейчас самое время поговорить о Dying Topo и Relative Detail. Так что если я выберу Relative Detail, сильно уменьшу размер кисти в сочетании Subdivide Edge, то это не разрушит мою топологию. Итак, с выбранной кистью Draw. Я все еще в сети, помню. Проведите линию здесь. Снова выберите кисть Pinch. У нее все еще есть Line, а Subdivide Edge отлично справляется с объединением вашей топологии, как видите. Таким образом, использование пинча с Line и Relative Detail с Subdivide Edge вместо Subdivide Collapse является действительно хорошей техникой для моделирования твердых поверхностей. Теперь последний вариант из Stroke Methods. Это Curve. И я сбросил мяч, чтобы показать вам это. Вы можете щелкнуть на новую кривую, а затем Ctrl-клик правой кнопкой мыши и потащить, чтобы вывести маркеры без Е. И когда результат вас устроит, нажмите Enter, и он рисует вашу кривую, что в данном случае немного беспорядочно. И вы можете продолжать нажимать Enter, чтобы создавать свои странные кривые, что в данном случае не выглядит особенно эффективным. Но это полезный инструмент, особенно с Hard Surface, если вам нужна точная кривая. И хороший инструмент для чего-то вроде инструмента Grease или Pinch, если нужна прорисовка точной линии. Наконец, давайте поговорим о Follow. И я начал снова мяча. Теперь вы должны представить, что смотрите на кисть сбоку. Это верхняя часть кисти и своего рода точка для кисти. А это край кисти, Spot. Отсюда Follow, который раньше в 2.7.9 назывался Curve. Итак, если мы на этом воспользуемся кистью Draw, вы увидите, я только разверну шар, что он должен имитировать эту кривую, как видите здесь. Итак, если я изменю кривую на что-то вроде этой точки и нарисую линию, она снова будет имитировать кривую, которую вы видите здесь внизу. Они варьируются от наиболее часто используемых, до используемых по умолчанию. Заостренный особенно подходит для твердых складок и прочего, а тот, что находится в конце, вообще не имеет никакого спада. Так, к примеру, если я сейчас нарисую, то получится что-то вроде блочного вида. Если я немного уменьшу масштаб и нарисую, вы увидите, что это выглядит немного непонятно и странно. Я отменю это. И здесь будет очень кстати увеличить интервал. Идем в раздел Stroke и в параметре Spacing укажем значение 5. А теперь нарисуйте. Вы видите, что это более четкий разрез. Все еще не очень хорошо, но надеюсь, вы понимаете, что делает это. Если я перейду здесь в сторону, он должен быть примерно очень плоским вверху. Большинство людей используют эту кривую с небольшим спадом. Итак, если я щелкну в любом месте своей линии, я могу создать точки. Вы также можете избавиться от этих точек, удалив их вот так. Если нажму на крестик, то удалю их. Так что я создам точку здесь, а затем сделаю небольшой спад в конце, потянув это вниз. Похоже, у меня есть лишняя точка, поэтому я просто удалю ее. Потяните ее вниз. Вы можете видеть, что это крутой спад. Итак, если я сейчас при этом нарисую, он будет немного более равномерным, чем другие. Таким образом, вы можете видеть, что это весьма полезно в некоторых случаях, особенно если использовать что-то вроде Ankor и подобный спад. Вы можете создавать, например, заклепки или что-то подобное. Еще, если вы используете текстурированные кисти, что опять же в другом уроке. Так что это основные настройки, которые я считаю важными для новичков. Главное, поэкспериментировать с ними, чтобы убедиться, что вы ознакомились с другими моими руководствами, в которых рассматриваются более сложные функции этих настроек. Так что спасибо за просмотр, и я надеюсь, что это было полезно.